Ученые считают, что самый грандиозный оползень произошел еще в доисторический период в долине Саид-Маррех, находящейся на территории современного Ирана. Информация по данному вопросу приведена в журнале «Загадки. История» автор Сергей Уранов. Катастрофа в долине Саид-Маррех началась с того, что известняковая плита размером 15 на 5 километров и весом в 50 миллиардов тонн, садя с гор, накрыла огромную цветущую долину. Правда, это произошло еще до появления на планете Гумасапиенс, поэтому человеческий жертв удалось избежать. Но впоследствии разумные существа сами стали готовить для себя смертельные ловушки. Оползни в большинстве случаев являются последствиями землетрясения. Например, в 1970 году, в Перу, когда под обломками скальных пород оказались погребенными заживо 10 тысяч жителей города Юнгай, но бывали случаи, когда сам человек становился жертвой своих решений. В частности, это касалось бездумной добычи природных ископаемых. Первый тревожный звонок произошел в 1881 году в Восточной Швейцарии. Впрочем, почему первый? Хроники швейцарских кантонов сохранили пусть скудные, но записи о катастрофе, случившейся в другом регионе этой страны в 1618 году. Тогда с горы Конте-Монте-Конте на город Плёр сначала обрушилась огромная каменная глыба, пролетавшая 450 метров, а потом и каменный поток, унесший жизни 2430 жителей. Причиной трагедии, как уже в наше время установили ученые, стала неправильная разработка карьеров на горном склоне. И вот новое ЧП. На горе Платтенберг, у подножия которой находилось поселение Эльм, активно велась добыча сланцев карьерным способом. 11 сентября горняки сначала услышали странный гул, а потом увидели, как стены шахт начинают покрываться трещинами, растущими прямо на глазах. В панике рабочие бросились вниз по склону и вовремя. В 17.15 произошел первый обвал, а спустя некоторое время прилетели вниз и все сланцевые отложения, которые, по свидетельству очевидцев, превратившись в кипящую кашу, устремились в долину, достигнув даже 100-метровой отметки на ее противоположном берегу. К счастью, тогда жертв оказалось не очень много. Увы, в те времена, как сказали бы сегодня, мониторинга, а тем более обмена печальным опытом, не было. К тому же владельцы промышленных предприятий, таких как, например, канадско-американская угольная компания, больше внимания обращали на получение прибыли, а не на технику безопасности. На юге канадской провинции Альберта, в долине, расположенной по подножию горы Терл-То, располагался небольшой шахтерский городок Франк. Надо сказать, что этот пик высотой 900 метров не был каменным монолитом, а представлял собой геологический слоеный пирог, состоящий из известняка меловых пород, сланца и валунной глины. На самой главной начинке горы был мощнейший угольный пласт, разработка которого началась в 1901 году. Особенностью его залегания было то, что он располагался параллельно склону, обращенному в сторону города. Выработка породы велась открытым способом. В поверхности бурились шовы, после чего известняковые породы срезались на полукилометровом участке. Уголь падал на дно шахты, а дальше в дело шли лопаты и тачки. Конечно, такой способ был эффективным и дешевым, но он же стал причиной катастрофы. В 1903 году длина разработки уже составляла почти километра при глубине 120 метров. А вот 29 апреля шахтеры, работавшие в ночную смену, сначала услышали какие-то странные звуки, походящие на скрип, а еще через некоторое время на стенах выработки стали появляться трещины, которые увеличились каждой минуты. Старший сменой отдал приказ о немедленной эвакуации и вовремя, через 10 минут раздался звук, похожий на взрыв, и известняковая верхушка горы двинулась вниз. Ученые потом сделали приблизительный подсчет объема сошедшей породы – около 28 миллионов кубических метров. Благодаря образовавшейся под ней воздушной подушке лавина, оказавшись у подножия горы и достигнут скорости 160 км в час, буквально перелетела через естественный барьер из песчаника и стремилась в долину. Каменный поток пересек русло реки Олдмен, прошел еще около 2 км и взлетел на противоположном склоне долины на высоту около 100 метров, прекратил движение. Весь этот ужас, сопровождавшийся сильными порывами ветра, вырывавшего с корнями деревьев, по свидетельству очевидца, длился не более двух минут. Жителям Франка, можно сказать, относительно повезло. Каменный поток, ринувшийся на город в последний момент, несколько изменил маршрут движения и снес только десяток домов на окраине. К сожалению, не обошлось без жертв. Погибли 76 местных жителей. Кроме того, на неделю было прервано железнодорожное сообщение вдоль Атлантического побережья Канады, поскольку полотно тоже было повреждено потоком скальных пород. С того момента угольный разрез на горе Тёртл прекратил свое существование. Во-первых, шахты оказались полностью заваленными каменными обломками, и владельцы компании посчитали восстановление нерентабельным. А во-вторых, никто не мог гарантировать безопасность населения, поскольку существовала угроза обрушения и противоположного склона горы. Не забудьте подписаться и оставить Ваш комментарий. До встречи на канале 5.100. Субтитры создавал DimaTorzok